Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня будем выпекать очень вкусную, ароматную, сырную домашнюю выпечку. Выпечка будет красивой, разноцветной. Булочки получаются очень нежными и вкусными. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. И радуйте свою семью ароматной домашней выпечкой. Для сырных косичек нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов растопленного сливочного масла, 200 граммов творога, 200 граммов сыра, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка соли. Также нам понадобится 1 чайная ложка паприки сладкой, 1 чайная ложка куркумы и мелко нарезанная зелень. Я использую зелень укропа и петрушки. Так как рецепт этих косичек, скажем, дорогой, у нас несколько видов сыра, пачка масла, то сейчас я сделаю небольшую заготовочку для бюджетного печенья, супер бюджетного. Значит, высыпаю стакан манки, заливаю кефиром. Нам тоже понадобится 1 стакан. Если вы берете чашку, то чашку манки и чашку кефира. И хорошо все размешиваем. Манка с кефиром должна постоять 30 минут. 30-40. Она должна полностью разбухнуть в кефире. А мы этим временем будем выпекать сырные косички. Начинаем готовить сырные косички. Берем творог. У меня покупной. Добавляем сюда чайную ложку соли. Добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры. Масло можно заменить марганином. Также в тесто мы натираем 200 граммов сыра. Сыр выбирайте по вкусу. Натираем сыр на мелкой терке. Теперь добавляем муку. Не забываем также добавить разрыхлитель. 1 чайную ложку. Я разрыхлитель готовлю сама. Он хорошо работает. Эти сырные косички отлично подойдут на завтрак, кофе, на перекус. Они и красивые, и вкусные. Я обожаю сырную выпечку. Поэтому советую всем приготовить эти булочки. Дальше я добавляю муку. И уже замешиваю тесто вручную. Тесто мягкое, очень приятное на ощупь. Теперь замешиваем тесто на столе. Разминаем его руками. Смотрите, тесто слегка липковатое. Ну, как сырное тесто. Разделить его нужно на равные части. На 4 части. Раз. Два. Три. Сейчас немножко добавим сюда. И сюда. Один колобочек. Оставляем без добавок. Во второе тесто. Добавляем зелень. Количество зелени регулируйте сами. Я слишком много не добавляю. Здесь тоже. Главное не переборщить. Достаточно, думаю. В третью часть теста я добавляю 1 чайную ложку куркумы. Замешиваю тесто в миске. Иначе поверхность стола будет вся желтая. Тесто у нас будет яркое, красивое. Желтенькое на цвет. Ароматное. Куркума очень полезна для организма, как специя. Укрепляет память. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Добавляйте в специи выпечку. Это всегда вкусно, ароматно. Но главное всего нужно добавлять в меру. И в четвертую часть теста мы добавляем чайную ложку паприки. И так же вмешиваем паприку в тесто. Паприка сладкая. Перед вами 4 шарика сырного теста. Каждый шарик разделяем на 3 части. Тесто не прилипает к рукам. Смотрите, с ним очень хорошо работать. Оно вкусное. На приготовление этого теста у меня ушло ровно 350 граммов муки. Но вы смотрите по тесту. Вы почувствуете, когда оно уже не прилипает к рукам. И с ним хорошо работать, больше муки не нужно. Ну а теперь самое простое. Значит, берем кусочек теста и раскатываем его в палочку. Длинную. Как вы видите, с тестом вообще нет никаких проблем. Легко работать. Берем белую часть теста. Также раскатываем. Палочки раскатываем одинаковой длины. Ну а дальше, как обычно, плетем косичку. Потом края подправим. Значит, сначала все очень просто. Я уже включила разогреваться духовочку. Также вот здесь подворачиваемся. Первая сырная косичка готова. Вторую косичку плетем. Все так же, как и в первом случае. Только здесь у нас уже, я заменила белое тесто на зеленое. Вот так же здесь. Вторая косичка готова. У меня получилось 4 сырных косички. Ставим нашу заготовку в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим вверх-вниз. Сырные косички допекаются. А я с вами поделюсь своим рецептом выпечки за копейки без яиц. Поэтому добавляем. Здесь мы, помните, в начале видео замачивали манку в кефире. Теперь мы добавляем сюда ванилин. Пол пачки для аромата. Один стакан сахара. 100 миллилитров растительного рафинированного масла. Хорошо размешиваем. Добавляем стакан муки. И чайную ложку разрыхлителя. Разрыхлитель я готовлю сама, в домашних условиях. Вот с этого теста мы и будем выпекать маленькие кексики. Недавно я приобрела новую форму для печенья финансия. Но сегодня мы будем выпекать эту недорогую, но очень вкусную и пышную выпечку на кефире. Вот таким у вас должно быть тесто. Не сильно жидким, но и не густым. Сырные косички выпекались 35 минут. Не выключаем духовку. А сразу же заполняем формы тестом. Купила недавно, не удержалась формочки силиконовые. У меня уже их столько, что я даже не могу их посчитать. Ставим наш противень и с заготовками в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим вверх-вниз. Мои кексики выпекались 25 минут. Теперь достаем нашу выпечку с формы. Смотрите, как легко достается. Единственное, что может вас смущать, это цвет. Но вы же понимаете, рецепт у нас простой. Вы посмотрите, как выпадают кексы с формы. Выпечка должна слегка остыть и будем пробовать. Сейчас мы будем дегустировать наши сырные косички. Зажаристая корочка сверху, а внутри нежное сырное тесто. Обязательно приготовьте эти косички. Удивите своих родных. А наши бюджетные кексики получились даже очень ничего. Я попробовала. Очень вкусные, сладкие, мягкие внутри, нежные. Я подаю эти кексы со сгущенкой, с джемом. Это очень вкусно. Попробуйте, приготовьте, удивите свою семью. Сегодня мы потрудились на славу. Приготовили очень вкусные сырные косички. А также недорогую выпечку. Кексы без яиц на кефире. Обязательно приготовьте эту выпечку для своей семьи. Радуйте родных только домашними и вкусными рецептами. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.